Пистолет МП-78-9Т Пистолет ПСМ На канале уже есть видео о нем, об истории ПСМ Но разговор сегодня не об этом Многих прельщает в пистолете МП-78 Я для краткости буду называть травматический ПСМ Это не очень правильно, но это как раз передает его суть Прельщает его малая толщина Относительная легкость И удобство его постоянного ношения Согласитесь, носить с собой инператравматического эрегина Немножко неудобно Однако возникает серьезный вопрос Насколько этот пистолет реально убоен как оружие? То есть будет ли произведенный из него выстрел достаточно убоен? Я ни в коем случае не хочу сегодня говорить о проблемах Применения травматического оружия для самообороны Насколько вообще самооборона травматом возможна Это отдельно очень интересная тема для обсуждения Но меня интересует одна очень практическая вещь Как из него летят те патроны, которые вообще в принципе доступны в моей деревне? Итак, я специально сходил в магазин в наш сельмак И собственно говоря, из самого мощного, что у нас было Мне предложили чейс Это, собственно говоря, патроны, которые заявляют, что они Внимание! 91 шоуль максимальная энергия Посмотрим, насколько это правда И фортуна максимум А, магнум, простите С максимальной, со средней дольной энергией Как вот тут видно 85 шоулей По мнению продавцов Эти 85, но нужно читать как 88 И это самое близкое, что может приблизиться к 91 разрешенному шоулю Итак Значит, что мы будем делать? В связи с тем, что мы законопослушные люди Мы не будем стрелять по биологическим объектам Мы попробуем пострелять по сосновому щиту По мебельному щиту, достаточно толстому Толщиной нескольких сантиметров Из, скажем так, из хвойных пород дерева Естественно, нет ожидания, что Сэм это пробьет Он, естественно, не должен это пробить Нас будет интересовать следующая вещь Сколько Ну, собственно говоря, на сколько Шарики Чейза и шарики Магнума Войдут в массив древесины И каков будет разброс Стрелять мы будем В следующем формате Вот, собственно говоря, стандартный магазин На 6 патронов Соответственно, мы выстреливаем В достаточно хорошем темпе Насколько это возможно 6 патронов С абсолютно самооборонной дистанцией В 3 метра Так, как нам рекомендует производитель То есть, в частности Вот Только для пистолетов Да, не приметь ближе 1 метра Ну, мы прекрасно понимаем, что 1 метр 2 Ну, вот 3 это вполне себе Самооборонная дистанция У Чейз, кстати, пишет По-моему Такое же предупреждение Где-то там Может быть и нет Но, тем не менее И посмотрим, что получится Нас интересует Рассеивание Насколько они кучно летят И Вообще, насколько глубоко Они войдут в доску Важный момент Если вы смотрели предыдущее видео Вы знаете, что на стволе У этого пистолета Есть небольшое падуть И это пистолета 11 года Мы не знаем, где он настрел Это не новое оружие Таким образом Мы попытаемся узнать Имеет ли смысл Для цели самообороны Вообще покупать это оружие То есть Вообще Оно хоть и Куда-то попадает И Может ли оно стрелять Безопасно И Можно ли вообще С таким падутьем стрелять Стрелять мы будем На специально оборудованном Объекте На стрельбище Под чутким надзором Очень компетентных Людей Посмотрим, что из этого получится Итак Погнали Здравствуйте Дорогие зрители Итак Мы на нашем Замечательном стрелковом объекте Сейчас будем Стрелять по доске Толщиной 28 Миллиметров Патронами Соответственно Чейз и Магнум От фортуны Посмотрим, что получится Итак Сначала Чейз Погнали Так Все Оружие разрешено Есть Без проблем Так Смотрим, что получилось Итак Соответственно Пули Зашли Все Поперечник Ну Максимальное Расстояние 9 Собственно 90 Миллиметров Естественно Вот Ну Грубый шар Ушел Ну На хорошую Глубину Как вот Можно Видеть Так Значит Что у нас Получается Это был Чейз Чейз 91 Чейз 91 Джоуль Джоуль И стреляли мы Из Пи-78 9 ТМ Так Теперь Пробуем Стрелять Патронами Фортуна Магнум Заявленной Собственно Заявленными Характеристиками В 85 Джоулей Ну Магазин Отработал Так себе Значит Здесь У нас Поперечник Рассеивания Ну Примерно Так Кстати Между прочим В нашу Линейку Немножко Тут попали Попали Значит Поперечник У нас Получился Меньше Что-то В районе Это Фортуна 85 Джоулей Но Здесь Соответственно Пули ушли Пули Собственно Завязли Одна ушла Достаточно Глубоко Ну вот Вот Такие дела Итак Попробуем Подвести Некоторые Итоги Наш Подопытный Патрон Магнум От Фортуны И Чейз Если мы Посмотрим На результаты От стрела Вроде бы Одинаковая Кучность Одинаковая Пробиваемость Но Что мы Видим Задержка На Фортуне Очень Глубоко Посаженный Шар Соответственно Замятие На гильзе Вот здесь Видно Тот самый Патрон Который Дал Утыкание И Собственно Более Качественный Очевидно Патрон Чейз Какой Вывод Я Делаю Из Этого Пистолета Вполне Можно Можно Делать Довольно Эффективный Выстрел Самооборонной Дистанции Теиметра Просто Нужно Учиться Им Хорошо Достаточно Удобно Пользоваться Очевидно Что Патрон Чейз 91 Шоуль Для Этого Пистолета С Одиннадцатого Года По крайней мере Моего Пистолета Да С Некоторым Подутьем Ствола Оптимален Ну И Всех Призываю Выбирать Качественные Патроны Компании Фортуна Компании КБС Я советую И очень Надеюсь Что они Будут Работать Над качеством Большое Спасибо Что Смотрели Подписывайтесь На канал Оставляйте Оставляйте Комментарии И Успешного И безопасного Вам Пользования Вашим Оружием Спасибо Пока Пока